Слава Украине! Привет всем от Полонского! Интересные новости приходят сейчас из Брюсселя, где послы стран-членов ЕС, в общем-то, можно сказать, что утвердили новый 11 пакет санкций против России. И это очень хорошо. Надо сказать, что этот пакет санкций, он практически не затрагивает каких-то новых аспектов, но он занят исключительно тем, что усиливает ответственность третьих лиц за обход предыдущих пакетов санкций. Прежде всего, в нефтяной отрасли. Мы прекрасно знаем, что Россия нацыганила себе большой флот, старый флот танкеров, танкеров, которым лет по 15, по 18, по 25 и так далее. Самым молодым 15 лет. И на этих танкерах пытается торговать своей нефтью. Понятно, что с дисконтами, понятно, что часто себе в убыток, но тем не менее. И таким образом как-то пытается выполнять казну. Надо сказать, что нефтегазовые доходы России упали более чем наполовину за этот год. Это очень немало. Тем не менее. Да, так вот, Европа решила очень простый вопрос. Любой корабль, на котором замечена российская нефть в любом количестве, больше не может зайти в порты Евросоюза. Вот, собственно говоря, и все. Потому что раньше ситуация выглядела следующим образом, что они перекачивали с корабля на корабль свою нефть. И этот уже другой корабль, смешивая эту нефть еще с чьей-то нефтью, да, просто доставлял ее в ту же Францию, Испанию, куда угодно, уже как чистую нефть. Не подсанкционную. Это дело в прошлом. Теперь этого у них делать не получится. То есть, пожалуйста, физически вы это делать можете. Но столкнуть такую нефть вы сможете, ну, вообще за 3 копейки. То есть ниже себестоимости. Это однозначно. А в таком случае Путин не получит ни одной копейки. Потому что... Потому что надо... В нефти есть себестоимость. И надо это дело каким-то образом компенсировать. Нет, можно не компенсировать. Но в таком случае вся нефтянка завалится. Вот. То есть, эти моменты, другие моменты, например, по транзиту через Россию грузов. Ну, к примеру, какая-то фирма, условно, в Латвии покупает товар на миллион евро и шлет ее куда? Правильно, в Казахстан. А через что? Правильно, через Россию послала. По пути груз растворился. Исчез, так сказать. То есть, в таком случае под санкции должна влететь что латвийская фирма, что казахская. Которые организовали это все дело. И таким образом обрубаются все концы, через которые Россия получала то ли под санкционные товары, то ли имела возможность продавать свою контрабандную нефть. Таким образом, Путина опять-таки оставляют без штанов. С тем, чтобы он не мог дальше финансировать свою фашистскую войну против Украины. В каком виде окончательно будет этот пакет санкций, мы узнаем очень скоро. Пока что могу сказать одно. Ни одна страна, член ЕС, не выступила против. Что удивительно. Обычно нам всегда приходилось уговаривать Венгрию. Но Венгрии на вот эти вот дешевты наплевать. Потому что к танкерному флоту она отношения не имеет. Пакет к пересылке вот этих вот грузов через Россию тоже не имеет. Поэтому, собственно говоря, никаких особых проблем она здесь не увидела. Соответственно, ни слова против не сказала. Так что, лишь я ожидаю очень быстрого и очень конкретного одобрения вот этих вот один слов пакета санкций. Который очень, поверьте мне, сильно шмякнет по путинской экономике. Слава Украине! Слава Украине!